Добрый день. Тема моего доклада «Дисциплинарные и материальные взыскания к работникам медицинской организации как инструмент повышения эффективности работы». Трудовой кодекс Российской Федерации в 21 статье закрепляет основные обязанности работника, в том числе добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину. Должностные обязанности – это совокупность действий работника, направленных на достижение целей системы управления и обязательных для выполнения. Должностные обязанности устанавливаются должностными инструкциями, положениями или уставами организации, правилами внутреннего трудового распорядка. Трудовая обязанность работника – это мера необходимого поведения, которая требуется работодателям от работника. При заключении трудового договора работник берет на себя обязательство выполнять два вида обязанностей. Это общие трудовые обязанности, касающиеся всех работников, которые определены в трудовом кодексе, и конкретные трудовые обязанности работника в определенной должности, специальности, профессии данного работодателя. Обычно такие обязанности подробно определены в должностной инструкции работника. Таким образом, трудовые обязанности работника являются обязательными для исполнения работника, независимо от того, включены они в текст трудового договора или нет. Подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка, установленные работодателем, является основой трудовых отношений, и это также закреплено в Трудовом кодексе. Несоблюдение этих правил и трудовых обязанностей влечет за собой ответственность, как дисциплинарную, так и материальную, привлечение которой является законным правом работодателя и закреплено в 22 статье Трудового кодекса. Так, основанием для привлечения работников дисциплинарной ответственности является факт совершения работникам дисциплинарного проступка, который в силу норм действующего законодательства следует рассматривать как виновное, противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение работникам возложенных на него трудовых обязанностей, в том числе нарушения должностных инструкций, положений и приказов работодателя. За совершение работникам дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания определены Трудовым кодексом, это замечание, выговор или увольнение по соответствующей статье, или также дополнительно будут предусмотрены федеральными законами, уставами и положениями дисциплины для отдельных категорий работников, как, например, в правоохранительных органах, военных частях и так далее. Право выбора конкретной меры дисциплинарного взыскания из числа, предусмотренных законодательством, принадлежит работодателю, который должен учесть при применении дисциплинарного взыскания степень тяжести, проступка и последствия, которые наступили в связи с этим, и обстоятельства, при которых он был совершен. Также учитывается предшествующее поведение работника, причем в данном факте имеет отношение не только к действующим дисциплинарным взысканиям, но и, в принципе, привлекался ли ранее работник дисциплинарной ответственности, были ли дефектные карты или какие-то иные нарушения дисциплины и трудовых обязанностей со стороны данного работника. Однако же для привлечения работника к дисциплинарному взысканию необходимо соблюдать порядок привлечения, необходимо запросить объяснение в письменной форме, то есть работодатель в письменном виде должен запросить такое объяснение у работника и желательно все вручить ему подростку. Если по истечении двух рабочих дней работник не предоставил объяснение, то составляется соответствующий акт. Однако же непредоставление объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания к работнику. Также следует соблюдать сроки привлечения к ответственности. Дисциплинарное взыскание может быть применено не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, времени необходимого на учет мнения профсоюзного органа. За каждое дисциплинарное взыскание, за каждый дисциплинарный поступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. После этого необходимо ознакомить работника с приказом о применении дисциплинарного взыскания под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если же работник отказывается ознакомиться с приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. Порядок снятия дисциплинарного взыскания также установлен и действующим законодательством, и может быть установлен локальными нормативными актами работодателя. Согласно 194 статье Трудового кодекса, дисциплинарное взыскание снимается автоматически по прошествии года с момента его применения, без издания какого-то отдельного приказа работодателя. Также дисциплинарное взыскание может быть снято досрочно на основании приказа распоряжения руководителя, при условии, что подвергнутый взысканию работник не совершил нового проступка, и этот порядок может быть установлен локальным актом. Например, в клиниках медицинского университета приказом главного врача утвержден порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания в отношении работников структурного подразделения клиники. В данном документе подробно описаны порядок применения дисциплинарного взыскания, основания и правовые последствия такой меры ответственности для самих работников. Кроме того, данный локальный акт определяет срок действия и порядок снятия дисциплинарного взыскания. Так, за исключением увольнения, меры дисциплинарного взыскания носят временный характер и являются действующими в течение одного года. Как уже говорилось в самом начале, кроме мер дисциплинарной ответственности, к работнику могут применены меры материальной ответственности. Если неисполнение или недвижащее исполнение должностных обязанностей работникам привели к прямому действительному ущербу для работодателя и установлена причинно-следственная связь между действием работника при исполнении им должностных обязанностей и нанесенным ущербом, то работник может быть привлечен к материальной ответственности. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приведение восстановления имущества, либо на возмещение ущерба, причиненное работникам третьим лицам. Кроме того, работодателям при наличии стимулирующих и премиальных выплат на основании соответствующих локальных нормативных актов могут быть снижены такие выплаты в связи с некачественным выполнением или невыполнением трудовых обязанностей работников. Так, в клиниках мед. университета с целью повышения мотивации качественного труда закреплены соответствующие положения в локальных нормативных актах. Это положение стимулирующих и премиальных выплаток работникам клиник и порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания в отношении работников клиник. Согласно названным локальным актам, стимулирующая надбавка является выплатой стимулирующего характера, который выплачивается с целью повышения мотивации качественного труда работников и их поощрения за результаты труда. Выплаты стимулирующего характера и премиальные выплаты устанавливаются работникам с учетом результативности и качества их работы. Согласно положению стимулирующих премиальных выплаток, главный врач клиник самостоятельно либо по представлению заместителя главного врача или руководителя подразделения в праве изменить размер, либо полностью отменить выплату стимулирующего характера при условии некачественного и несвоевременного выполнения порученного руководителем задания или работы, невыполнения нормированного задания, объема порученной работы и другим основаниям. Основанием для снижения стимулирующей надбавки являются также дефекты качества работы, дисциплинарное изыскание, невыполнение правил профессиональной этики и диантологии, несоблюдение субординации, трудовой дисциплины, невыполнение или ненадлежащее выполнение работникам показателей результативности работы, предусмотренных локальными нормативными актами. При применении к работе к дисциплинарному взысканию ему может быть снижен размер стимулирующей надбавки до 100%. При этом снижение стимулирующей надбавки не является самим по себе дисциплинарным взысканием. Подводя итог, отметим, что все перечисленные меры ответственности к работнику призваны стимулировать его соблюдать трудовые обязанности и мотивировать его качественно выполнять свою работу. Однако, как показывает практика, у ряда работников уровень ответственности не всегда соответствует ожиданиям работодателя. В данном случае работодатель имеет право прекратить с таким работникам трудовые отношения за неоднократное неисполнение работникам безуважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет действующие дисциплинарные взыскания. Спасибо за внимание. Спасибо.